294 килограмма. Такой результат в двоеборье сочинский тяжелоатлет Вячеслав Яркин показал в китайском Нанкине на вторых юношеских олимпийских играх. На престижном международном турнире Яркин в категории до 69 килограмм стал вторым, уступив лишь Бажидару Андрееву. Вячеслав Яркин проиграл болгарину по сумме, а в рывке даже обошел на один килограмм. О том, как далась победа тяжелоатлет и его брат Владислав Яркин, он же тренер, рассказывают в кабинете главы города Анатолия Пахомова. В первую очередь о борьбе с болгарином. Результат, который Вячеслав Яркин показал на юношеской олимпиаде в Китае Анатолий Пахомов назвал выдающимся. Серебро – высокая награда для молодого тяжелоатлета. Спортсменов, которые прославляют Сочи далеко за его пределами, город готов всячески поддерживать. А таких атлетов с каждым годом на курорте становится все больше. Сегодня в Сочи есть возможность заниматься практически любым видом спорта. До 50% ребят в школьном возрасте дополнительно занимаются в школах спортивных. Это здорово. Сейчас вот в этом проекте, о котором я говорю, гуманитарный проект «Я люблю Сочи», там мы четко создаем условия, что каждый ребенок до 18 лет должен чем-то занять, он должен найти для себя увлечение. Я вижу, что мы нужны, наша работа востребована. Мы не просто так вот про нас забыли, вы где там, что я там до вас делаю. Были раньше вот как-то вот в таком плане. А сейчас, говорит, востребован, нам это, ну, мы чувствуем, что мы нужны городу. В благодарность за победу на международном турнире из рук главы курорта Вячеслав Яркин получил памятный диплом. В свою очередь тяжелоатлет подарил мэру медаль, завоеванную в Китае. Такие награды, отметил Анатолий Пахомов, должны быть достоянием всего города и пригласил спортсменов в музей спортивной славы. Уже на месте договорились, в музее появится стенд Вячеслава Яркина. Он будет рассказывать о его многочисленных победах. Здесь же разместят серебро юношеских игр. А в завершении встречи Яркин по традиции оставил запись в книге почетных гостей музея.